Что Вы думаете по поводу диакона Геннадия Кондрашова? Не знаю. «Диакон обличает патриарха на основании 15 правила двукратного Константинопольского собора». Я про него ничего не знаю. Его обличения я тоже не слышал. Но из двух строчек, которые Вы мне написали, я могу сделать вывод, что, наверное, это потенциальный раскольник. Может, уже и не потенциальный. Если он действительно это делает, то это в путь раскол. Почему? Объясню. Раскол. Его родовая черта любого раскола. С чего он начинается? Любой раскол. В отличие от ереси. В отличие от секты. Родовое пятно этого раскола. Любого. Заключается в том, что некий человек или группа людей присваивает себе право суда, церковного суда, которое им не принадлежит. И начинает судить. В данном случае диакон имеет право судить патриарха. Даже диакона могут судить церковным судом только три епископа. А он судит патриарха. Обличает патриарха на основании 15 права двукратного Константинопольского собора. Допустим, он трижды прав, этот диакон. Но он не прав в том, что у него нет права суда над патриархом. А он его себе присвоил и начинает судить. И здесь он не прав. Может быть, и патриарх не прав. Может быть, действительно патриарх нарушил это 15 правило двукратного Константинопольского собора. Может быть. Но мы сейчас давайте муху отдельно, а котлеты отдельно. Поступок самого диакона – это раскол. Речь идет не про поступок патриарха. А патриархы должны судить соответствующую церковную структуру. Это священный синод или собор. Если он действительно виноват, то собор или синод вынесет какое-то свое суждение. Вот так вот. А не какой-то там диакон, пусть даже он трижды правильно ссылается на какие-то правила. Не принадлежит ему право суда. Он сам здесь погрешает в том, что присвоил себе право судить. Но я еще раз заканчиваю эту тему. Я ничего не слышал ни про диакона Геннадия Кондрашова, ни про то, что он говорит. Это исключительно из вашей реплики я делаю все эти выводы. Не вдаваясь ни в какую суть. Я даже сейчас затруднюсь сказать, что это за 15 правило двукратного Константинопольского собора. Не помню. Субтитры сделал DimaTorzok